На Удайбе стоит вот этот большой гандам пластмассовый И большинство людей считает, что это какой-то настоящий робот Который сейчас пойдет, там будет стрелять в кого-то Да это просто игрушка, это просто селфи, сфоткаться и все Этот андроид, Асиму, который тоже как в каком-то там институте высоких технологий Это просто какой-то говноробот с этим рюкзаком Который там ходит, говорит тебе, коничева, и что дальше? Что это? Это высокие технологии, что он может? Реально есть такая фишка, что наши ребята из Казани делают роботов русские у нас Для японских больниц русские делают у нас в России для Японии роботов Российская компания из Казани поставила в крупнейший медицинский университет Японии Своих роботов-симуляторов для обучения студентов хирургическим операциям Вы можете себе такое представить? Вот вам страна высоких технологий Или это робот-кафе на Сибуе? Это же просто стыд Когда я услышал о робот-кафе, я реально хочу прийти в робот-кафе И чтобы мне робот принес кофе, или робот мне что-то сделал Так же позиционируется Япония, как страна, что там реально роботы есть, которые там тебе что-то делают А это просто какие-то бабы, это какой-то, знаете, напоминает фестиваль в Рио-де-Жанейро, где ходят какие-то с перьями гейры, украшенные в каких-то пластмассовых костюмах, обклеенных диодами, какими-то они светятся Вот такие вот роботы в Японии, понимаете? Да просто что-то... Я не знаю, ноу-комманд по этому поводу И еще в Японии куча таких технологий, которые вообще, блин, нахер не нужны Типа какой-то робот, какой-то там своей пневматической рукой перелез через ограду и тушит пожар какой-то пены На хрен это вообще все надо? Это просто бабка может лейкой потушить Но они устроили такую технологию, что вот так можно сделать Это вот как бы технологичность, это громоздкость, которая вообще не нужна Это как бы... это complicated по-английски Это ну чересчур, это не нужно, это выглядит бредово, смешно Как-то, я помню, с женой сидели И подходит официант, значит, и говорит Ну вот очень часто, знаете, делают в Японии кнопки, чтобы позвать официанта Он такой стоит в перчатках и говорит Если вы хотите меня вызвать, нажмите на кнопку И такой... И вот так вот нажал кнопку Мы просто такие с ним, такие глядые Блин, ну зачем, как бы... Ну слишком вот это вот... Какая-то вот... То есть, как бы, смотрите, они умеют адаптировать технологии, которые они где-то взяли Они умеют их адаптировать, как-то подстроить под себя и как-то улучшить Но если им ничего не давать, они все консервируют, консервируют, консервируют Дово и до абсурда И так и живут И со старыми приставками, и со старыми поездами, и со старыми квартирами И со старыми какими-то понятиями, со старыми законами Со всем старыми... То есть, японцы это консервативная И даже, можно сказать, глупая нация Которая не умеет изобретать Которая не умеет проявлять какую-то творческую идею То есть, это реально, ну... Не очень умные люди А так просто средние Вот Поэтому вот так вот дела обстоят с высокими технологиями в Японии И кажется на первый взгляд, да, если ты там не жил, если ты этим не пользовался Это круто, это высокие технологии Но чем больше ты там живешь, чем больше ты этим пользуешься Ты все больше и больше понимаешь, что это, ну, просто... Это какой-то цирк А не высокие технологии Япония на самом деле не является той высоко технологичной страной Которую рисуют нам в интернете, в СМИ Представляют ее вот на фотографиях очень часто Чаще всего эти фотографии, они просто для того, чтобы произвести такой эффект, так сказать, вау Эффект такого восхищения А на самом деле Это никакие не высокие технологии А просто Это так выставлено, как высокие технологии Ну, например, да Тот же самый Гандам на Удайбе Это просто пластмассовая кукла, которая стоит, да Все... Кому-то кажется, что это робот То есть В основном японские технологии Это просто некий такой Диснейленд Который принят, как будто бы, за высокие технологии На самом деле это просто как развлечение и аттракцион Я живу в Японии три года Очень часто пользовался всеми этими вещами И об этом всем у меня есть свой личный опыт использования этих вещей И я сам непосредственно с ними сталкивался вживую Так, начнем с самого главного и самого моего любимого топика И когда всем рисуют Японию, чаще всего Ну, что такое Япония для всех? Прежде всего, скоростные поезда Конечно же, скоростные поезда Синкансены, да Синкансены делятся на три вида поездов Чаще всего Там есть разные тематические Но чаще всего это три модели Это Кудама, Нозоми и Хикари Это три модели поездов Которые курсируют практически по всей Японии Кроме там Окинавы, да Таких вот мест Когда чаще всего люди смотрят ролики в интернете Я в том числе их смотрел Какие-то показывают видео Где поезда движутся со скоростью чуть не 500 километров Показывают, что открыли какую-то новую линию Где поезд прям летает чуть не 500 километров в час Просто бью, как пуля Слушайте, я за три года жизни в Японии Я ни разу не ездил на таком поезде И не видел такого поезда Я не знаю, где они курсируют Где они вообще есть Я даже никогда не видел, чтобы реально кто-то снимал видео на ютубе Как кто-то ездит на таких поездах Так вот Чаще всего я ездил, например Из Токио в Сидзоку Из Токио в Киото Из Токио в Кобе Из Токио в Химеди И так далее Все эти поезда Самый быстрый поезд Который есть, который курсирует по этим маршрутам Чаще всего Это Хикари Это самый, как бы, быстро считается синкенсен поезд Но Я никогда не видел На моей жизни в Японии Я не знаю, как другие, конечно Я говорю только за себя Я ни разу не видел Чтобы этот поезд ехал больше 280, ну, 290 Я не видел даже, чтобы на счетчике было 301-302 километра Хотя это вот Считается, что это скоростной поезд Это скоростной поезд Ну, я не знаю Смотрите, например Такая фишка Поезд Да, действительно, синкенсен Он, как бы, он внутри красивый Он отделан В нем клевые сидения Но Это для тех людей, у которых есть деньги И билеты на такие синкенсены Доходят до 200 долларов И поэтому Если ты движешься, например, из Токио В Киото Расстояние Это составляет 500 километров Я напомню Из Питера до Москвы 703 километра ровно За, например, билет стоит По обычному По обычному Не гринкар Гринкар Это специальные вагоны Отдельные, где резервируются места А обычный билет Стоит от 10 тысяч До 13 тысяч иен Это от 100 до 300 долларов Это Почти 7,5 тысяч рублей За 500 километров Едет он 3 часа А теперь берем наш Наш Сапсан Который идет из Москвы в Питер 700 километров Он идет где-то 4,5 часа Но билет на него стоит Примерно 5 тысяч 5500 Ну 6 это максимум Таким образом То расстояние, которое мы преодолеваем С тем же комфортом В России еще дешевле, чем в Японии И поэтому Высокая технология как бы есть Но она по цене По соотношению цена-качество Россия даже обгоняет Японию Тем более Япония намного меньше И расстояние меньше Поэтому тут Выигрыши даже в небольшом Оказывается Россия И потом На таких поездах Чаще всего Обычные люди не ездят Это дорого И когда я сам Чаще всего ездил в Японию Мне нужно было постоянно Мотаться в Сидзуоку Туда-обратно Туда-обратно Я очень часто ездил У меня билеты были По 7600 йен в один конец По одному ману Это 100 долларов В один конец Туда-обратно Туда-обратно Это очень большие деньги И поездки на Синкансен Могут себе позволить Только люди выше среднего класса И бизнесмены Если вы посмотрите Кто ездит в Синкансенах То ездят только бизнесмены Все люди в костюмах Либо богатые люди Обычные люди Японцы Ездят на автобусе И ездят на таких же электричках До Токио До центрального Токио Которые стоят Вот как раз таки На наши деньги Те самые Там 500 тысяч рублей Понимаете И большинство японцев Живут обычной жизнью Ездят на автобусах И на обычном метро То есть там Как бы метро Это как обычные электрички И сразу берем такси Следующим пунктом Потому что Когда вы прилетаете В аэропорт Нарита С чемоданчиком Вы сразу хотите попасть в Токио И сколько это такси стоит 3 мана 300 долларов 20 тысяч рублей За 20 тысяч рублей на такси Это что такое Это вообще дофига У нас за 500 рублей Можно доехать В Питере До центра Питера А в Москве за 1000 По Яндекс такси И что это высокие технологии Да Там есть в машине кондиционер Там есть вот эта сеточка Как у бабушки Завешивают телевизор Старый Там мягкие сидения Да Дверь пневматическая Сама открывается Закрывается И не нужно закрывать Но мне Я не хочу платить За этот комфорт Это высокая технология Да Выглядит это прикольно Но Чтобы за это платить Такие деньги Да нахрен оно надо Понимаете Поэтому Это эффект вау Но этот эффект вау Проходит через месяц Пребывания в Японии Это становится обычным И тебе не хочется За это столько платить Что касается Медицины Та же самая вещь Вот многие хвалят В Японии Где-то там Открылся новый Центр по борьбе С раком Там прямо целая Центрифуга В которой помещают Человеком И целое здание Крутится вокруг Одного человека Стреляя в него Лучами лазера И убивая Раковые клетки Так конечно Если жить в Японии Где идут Радиоактивные дожди Где еда Вся пропитана химией Конечно там будут Там будут Такие раковые центры И поэтому для меня Эти высокие технологии Они нахрен не нужны Если ты постоянно Жрешь дерьмо Естественно Ты будешь болеть Поэтому Мне лучше Даже с такими Высокими технологиями Даже и не сталкиваться Дальше Интернет Это просто смешно Во-первых Интернет в Японии Дико дорогой В Японии Всего Две или три Компании Которые предоставляют Интернет Это Докому Она еще Мобильные телефоны Производит Эйю И еще какие-то По-моему Одна-две Компании Так вот Он в районе 70 долларов За Там 50 мегабит Если сравнить Это с нашим Интернетом 250-300 рублей За 100 мегабит Это не идет Ни в какое сравнение Он медленный Он постоянно Пинкует Он постоянно Отключается Включается Это дико неудобно У меня В Японии Сообщения Вконтакте Зависали Не говоря уже там о том Чтобы поставить Какую-то картинку Или песню Это просто Дико логово Тупой интернет Вот знаете Как в Китае То же самое Дерьмовый интернет В Японии Если ты хочешь Подключить интернет У тебя Компания Которая Предоставляет Услуги Подключения Между ними Компания Какая-то Которая является Слезущим звеном Между интернетом И сотовой Компанией Которая И телефонной Точнее Компанией Которая представляет Интернет И у тебя получается Три Три посредника До твоего входа Интернет И ты каждому Платишь И в итоге Даже получается Кто-то платит И 12 тысяч Йен В месяц И 15 тысяч Йен Это огромные деньги За реально Говеный интернет И дальше Такая есть тема В Японии Практически В 50% Случаев В отелях Казалось бы Да Развитая страна Роботы По улице ходят Сейчас там Евангелион Пролетит Где-то Мимо небоскрыбов Кабельный интернет Шнуры Торчат Старые Пожелтевшего цвета Откуда ты Из Там Из-за холодильника Подключай Свой ноутбук К кабельному интернету Я ничего не имею Против кабельного интернета Я сам больше Дверя оптового окна У меня у самого В сетевую карту Подключен кабель Я не очень люблю Вай-фай В плане стационарного компьютера Но блин Если я турист Я приехал с ноутбуком Я хочу вай-фай Мне не нужен кабель Блин В отеле Это реально Просто Отсталый век Дальше Что по технологиям В мэриях В полицейских участках В местных органах самоуправления Там В этих самых В В иммиграционных службах Просто заходишь В здание И просто У людей стоят Компьютеры Каких-то 99-х 2000-х годов Какие-то Знаете Вот первые маки Которые были С зеленым экраном На них с мигающими Точнее С черным экраном На них с мигающими Этими зелеными цифрками Буквами Ты думаешь Где я вообще В каком-то каменном веке Кто-то там еще Даже До сих пор Этот Использует Печатные машинки В Японии Вырубаетесь И знаете Мне многие говорят Мне как-то Многие в укор стоят Что слышь Это же аутентично Это прикольно Есть такое еще Что в метро Есть старые Такие автоматы По покупке билетов Со старыми Тоже пожелтевшими Кнопками С таким Экраном На котором Не тач дисплей А такие еще Ну как называется С лампочками Мигающие Это очень аутентично Это очень круто Прикольно выглядит Блин Так а зачем Тогда уезжать Из России Если тебе нужна Старина и аутентичность У нас здесь все Старое и аутентичное Понимаете Я ничего не говорю Что типа Россия какая-то Крутая Типа у нас супертехнология А в Японии дерьмо Нет просто Япония Как бы своим имиджем Представлена Что это вау Это страна Высоких технологий Где там роботы летают Там уже знаете Все как в фильме Назад в будущее Там летающие скейты Небоскребы до неба А в итоге получается Что большинство Техники Оно старое И этот уровень технологий Он маленький Он совсем тонким слоем Лежит На поверхности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok